Почти 170 недель мы выходим сюда каждое воскресенье на это место для того, чтобы своим присутствием обозначить, что в этом городе есть определенная позиция людей, которые не согласны с уродованием нашего исторического города. Мы добиваемся здесь сохранения свободного пространства двора исторической усадьбы Юргенсона. Воссоздание здесь того самого Юргенсоновского сада, который когда-то был здесь. Того сада, где гулял Чайковский. Того сада, на который из окошка глядели Пуркин и Карамзин. Мы считаем, что наш город достоин того, чтобы к нам вернулся исторический сад. И наш город дослуживает того, чтобы в нем не появился очередной бессмысленный бизнес-центр. Это попытка неравнодушных людей отстоять вот этот маленький уголок старой Москвы, сад Юргенсона, который судя по тому, что сейчас за моей спиной творится, отстоять уже не получается. Там начинается строительство бизнес-центра. А как крыши нет, мы верим. Да, но надежда всегда последняя умирает. Строительство центра, скорее всего, приведет к обрушению исторической застройки. Вот опечатель Юргенсона, палата Дьяка Украинцева, которая находится с той стороны. Но людей это не останавливает. Люди приходят, и даже вот, несмотря на такой мороз, ну вот я с друзьями тоже пришел сегодня. И главное, вот что для меня как для жителя конкретно этого места тоже важно, что не просто уличащий архитектурный облик, но и меняющий вообще концепцию назначения этого района, который сейчас является местом экскурсии, туризма, семейного отдыха, спокойного, тихого, милого. И превращение просто этого места в такое бизнес-пространство первое с огромным количеством различных заведений, кофеин, ресторанов, которые не будут давать по ночам жить, спать спокойно. Один уже есть, который невозможно воспринимать нормально, потому что просто по ночам идет дикая музыка. Инцепция этого пространства, которое должно быть сохранено как историко-культурный заповедник такой старой Москвы, уголок Москвы Левитана, Москвы Чайковского, Москвы Юстинсонов. Потому что сейчас, в данный момент, это все выглядит так, как это видели вот эти вот люди, представители русской культуры. И в том числе эта концепция должна быть сохранена. Здесь должен быть историко-культурно-духовный пластер. Здесь очень много храмов, памятников самых различных эпохов, причем в том числе старейших 17 века. Здесь должна быть такая милая и уютная Москва для туризма, для отдыха, для детей. И вот, собственно, лично я прихожу сюда ради этого.